Ивенкийское сказание «Собые содани мота, храбрый содани богатырь» — это замечательное произведение ивенкийского эпоса, сохранившееся благодаря талантливому рапсоду Николаю Гермогеновичу Трофимову. Впервые он услышал его еще мальчиком от своего первого учителя, сказителя, аморского венка Семена Заболоцкого, а записал его, уже будучи тяжело больным. Это удивительное предание о древних ивенкийских богатырях давно волновало нас, поскольку национальные коллективы всегда испытывают нехватку материала, связанного с древней фольклорной основой. И в 2012 году родилась идея создать театрализованное представление по мотивам ивенкийского сказания «Храбрый содани богатырь». В ту пору я работала начальником отдела культуры Бантовского ивенкийского района. Над воплощением этого замысла работал весь творческий коллектив. Сценарий был написан главным специалистом отдела культуры Бадмаева Марии Георгиевны. Над основным действием работали два венкийских творческих коллектива – Осикта и Хасимкан, руководимые хореографами Сапкеевой Зои Дондоковны и Сапкеевом Чингис Дондоковичем. Были также задействованы и другие творческие коллективы районного дома культуры. Режиссер Михайлова Светлана Владимировна, хармейстер Бадмажакова Валентина Максимовна. Сначала наш творческий замысел был реализован в виде музыкально-хореографического спектакля на сцене районного дома культуры поселка Багдарин. Хотелось бы сказать, что композиционно и венкийские сказания построены, в принципе, одинаково. Это зачин, вступление, описание главного героя, описание местности, где он живет, и женской красоты. Затем следует завязка, нападение врагов. Потом кульминация, поход, борьба с чудовищими врагами и победа. И, наконец, развязка. Это счастливое возвращение домой и богатая счастливая жизнь. Все это в полной мере присутствует из сказаний «Храбрый Соддани Богатырь». И все это было использовано нами для воплощения на сцене. Сказание «Храбрый Соддани Богатырь» – традиционный зачин, в основе которого миф о первотворении. И это было положено в начало представления. На сцене была представлена картина о зарождении жизни на Земле, о появлении племени Эвенков, о ей, как говорится в сказании. Средний мир, в котором живет человек, и о котором в Эпасе говорится, что он растевался, как кумалан, был представлен в образе птиц, зверей, оленей, красочных цветов, всего того, что есть в мире Эвенка, в мире природы. Главный герой сказаний – это Соддани, могучий древний богатырь, который лося хватал, как паука, а медведя брал за загривок, как жучка. Такого сильного и могучего эвенкийского богатыря нам нужно было показать. Специально для него и красавица Салкандор были сшиты синические костюмы. Затем следовала завязка представлений о том, как нападает сын Авахи, атаман Нижнего мира, Саломе Девендер, и похищает сестру, красавица Якчан. Идет битва, борьба темных и светлых сил, и Соддани богатырь погибает. Но ему на помощь приходит его брат Иргений Чен на могучем олене, который побеждает злого Авахи. А затем отправляется в поход освобождать сестру и возвращается с победой. И племя эвенков Аи празднует победу. Эвенкийский эпос – это та живая первоснова, то благодатное поле, которое должны знать и широко использовать специалисты, работающие с национальным материалом. Конечно, могут быть его различные трактовки, зависящие от режиссерского замысла, но суть эпоса должна быть сохранена. Этот же эпос в последствии был положен нами в основу при проведении более масштабного мероприятия межрегионального ивенкийского праздника Ирген Соддани в 2014 году. Когда эпическое представление, но уже с добавлением элементов сегодняшнего дня, было развернуто на стадионе поселка Багдарин. И это действие уже могли посмотреть как все жители, так и гости, участники праздника, приехавшие из северных районов Бурятии и семи эвенкийских регионов России. Продолжение следует...